В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 15 самых достойных на площади обновили доску почета работников городских организаций. Как вас могут обмануть? Случаев мошенничества в Сарове становится все больше. Прошлое и настоящее города С. В праздник Дня России и Дня Города библиотека имени Маяковского провела для горожан исторический гаджет-квест. Далее расскажем обо всем подробно. Поддержку от государства получат работодатели в этом году. Правительство расширило программу субсидирования найма. Дополнительное финансирование получат работодатели, которые примут людей, лишившихся работы из-за закрытия компаний или сокращения штата. Сотрудников, которых в 2022 году перевели на постоянную работу к другому работодателю, но теперь они находятся под риском увольнения, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск или переведены на неполный рабочий день. Также на поддержку смогут рассчитывать работодатели, трудоустроившие беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР. Субсидии компаниям будут предоставляться в три этапа. Первый платеж работодатель получит через месяц после того, как примет человека на работу. Второй через три месяца и третий через шесть. Этой мерой государственной поддержки смогут воспользоваться десятки тысяч человек. Рассчитываем, что такие решения помогут людям, сохранить или быстрее найти работу, получать стабильный доход. Размер субсидии равен трем рот увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Работодателю для получения субсидий необходимо обратиться в Центр занятости для подбора персонала лично или с помощью портала Работа России. Направить заявление в ФСС. Сделать это также можно дистанционно с помощью системы соцстрах. Учителя, инженеры, спасатели, врачи, водители. По традиции в канун Дня города на доске почета появляются новые фотографии саровчан, достигших высоких результатов на профессиональном поприще. В этом году на доске разместили и портрет нашего оператора Константина Григоровича. Любить детей, делиться с ними знаниями и стремиться развить в них все лучшее – залог мастерства педагога совсем не секрет. И все-таки освоить профессию могут далеко не все, а стать лучшими в ней и вовсе немногие. В декабре прошлого года педагог-библиотекарь седьмой школы Татьяна Шарова стала победителем конкурса «Классный руководитель года». А этим летом ее фото украсило городскую доску почета. Радость, смущение. У меня очень сложная буря эмоций. Я не очень публичный человек. Здесь весь город будет в течение года на меня любоваться. Немножко это смущает. Татьяна пришла работать в седьмую школу-библиотекарем в 2011 году, а пять лет назад стала классным руководителем для пятиклашек. За эти годы девушка не единожды становилась участницей городских, региональных и всероссийских конкурсов и форумов. Заявляют о себе и ее ученики, побеждая на конкурсах и олимпиадах. А еще класс Татьяны отличает особые дружеские отношения, достичь которых удалось без особого труда. Личное общение, доверительные, дружеские беседы, где-то проводить мероприятие побольше такого не классного общения, где-то конфетками побольше угостить. Находим способы общаться. Татьяна внимательно наблюдает за более опытными коллегами, старается перенять их опыт и знания. И лучшие практики применить в своей работе. Такой подход к делу и привел педагога на доску почета. Еще одно новое фото на доске – особая гордость канала «16». В кадре оказался тот, кто обычно остается за кадром – оператор Константин Григорович. Обычно меня снимает Константин Григорович, но сегодня он сам автор нашего репортажа. Поэтому себя и его вместе с собой я снимаю на телефон. Впервые в истории нашего канала Константин Григорович не за кадром, а в кадре. Константин пришел на канал «16» 25 лет назад. Менялись директора, редакторы, журналисты. А Константин остается верен выбранному пути. Километры от снятой пленки, десятки тысяч гигабайт видео, сотни героев и историй, которые город узнал благодаря его мастерству. Костичка, расскажи мне, за что ты любишь свою работу? Что тебе больше всего нравится? Работа – это мое хобби. Найди дело по душе, и тебе не придется работать ни дня. Вот так вот. Костя попал на доску подсчета, потому что он любит свое дело и делает его на высшем уровне. Руководители страны, области и города, министры, учителя, спортсмены, ветераны и дети – кто только не побывал в объективе Константина Григоровича. И к каждой съемке он относится особенно. Ищет ракурсы, которые вдохновят зрителя. Ну, это как художник. Художник творит, он рисует картины, пишет, как они говорят. Вот, и все. А я также ищу какие-то новые кадры, ищу новые ракурсы, новые места открывают. Например, хотя одна и та же, например, местность, да, а ты как-то вот хочешь, чтобы разнообразить, чтобы это не было такой скучной картины, и ищешь какой-то ракурс, чтобы было более интересно и более лучшая картинка, красивее. И пусть сам Константин смущается, когда его спрашивают про доску подсчета. Мы очень горды его достижениями и поздравляем нашего коллегу с почетной наградой – быть в числе самых достойных горожан. Депутаты Госдумы разработали поправки, которыми предлагается ввести штраф до 30 тысяч рублей за выброшенных животных и до 200 тысяч рублей за укусы домашними животными людей. Кроме того, предлагается рекомендовать региональным властям создать систему учета и мониторинга численности безнадзорных животных. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. 14 июня Россия и Беларусь отменили все эпидемические ограничения на авиарейсах, сообщает Минтранс Беларуси в своем телеграм-канале. Так, предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и сертификат о вакцинации на рейсах государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» больше не нужно. Арзамасскую трассу в Нижегородской области ждет масштабная реконструкция. На протяжении почти 152 километров ее отремонтируют и расширят до четырех полос. Ремонт проведут в рамках программы модернизации автодороги Р-158 Нижний Новгород-Саратов. По этой дороге ездят в Арзамас, Большое Болдино, Дивиево, а также по ней идет сообщение с десятками районов, расположенных на юге региона. Нормы ГТО будут принимать 19 июня в 10 часов. Плавание на 25 и 50 метров можно будет сдать в бассейне «Дельфин». О метании мяча 150 грамм, о метании снаряда 500 и 700 грамм на футбольном поле «Юниор». На каждый день приема нормативов необходимо заранее записываться через электронную форму на сайте спортивной школы ИКАР. С собой необходимо взять удостоверение личности, медицинский допуск и уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО. За последнее время в Сарове в разы возросло число мошенничеств, жертвами которых стали жители города. На прошлой неделе у трех саровчанок в один день суммарно выманили 900 тысяч рублей. Еще один горожанин перевел злоумышленникам 1 миллион 700 тысяч. Два раза по 100 тысяч и один раз 700 тысяч. Такой навар. За один день работы получили мошенники, которые, позвонив троим саровчанкам, рассказали про ДТП, в которые попали их родственники. Схема стара как мир. Тем не менее, злоумышленникам удалось обмануть доверчивых горожанок и выманить крупные суммы. После того, как мошенники получали информацию, что у жителя имеется наличные денежные средства, они говорили, что сейчас придет курьер и заберет денежные средства. Соответственно, через некоторое время в адрес либо в квартиру, либо к подъезду подходил мужчина, который забирал денежные средства, которые передавали ему потерпевшим. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Ранее он был судим за имущественные преступления, полученные от жертв. Деньги мужчина переводил на счета злоумышленников, себе оставив 10% от суммы. И это не единственный случай крупного мошенничества на прошлой неделе. Совершено преступление в отношении еще одного жителя нашего города, 91-го года рождения, которому позвонили на сотовый телефон. Мы представили сотрудниками банка и сообщили, что в банке произошла утечка информации и те денежные средства, которые находятся на счетах, в опасности. Нужно провести определенные операции для того, чтобы перевести денежные средства на резервные счета. Мужчина оформил кредит, взял наличку из дома и через банкомат перевел на указанный мошенниками счет 1 миллион 700 тысяч рублей. Несмотря на все профилактические меры, мошенникам раз за разом удается втеряться в доверие горожанам. Как показывает практика и детализация телефонных разговоров, разговоры ведутся очень долго. В результате разговоров мошенники узнают всю необходимую информацию о имени потерпевшего, в отношении которого идут разговоры, денежные средства, которые хранятся, ну и всю необходимую информацию. Если вам позвонили с рассказом о том, что близкий родственник попал в ДДП и ему нужны деньги, не ведитесь, это мошенники. Кроме того, не верьте звонкам от якобы сотрудников банка. Все вопросы об оформлении кредитов или операциях с картами решают в офисе финансовой организации. Также стали популярны звонки с подменных номеров. Во всех случаях всегда перезванивайте сами и решайте вопросы при личном обращении в банке или правоохранительные органы. В праздник Дня России и Дня города библиотека имени Маяковского провела для горожан исторический гаджет-квест «Прошлое и настоящее города-эс». Участники путешествовали по разным точкам маршрута, выполняли задания, собирали подсказки и узнавали много нового об истории Сарова. Гаджет-квест «Прошлое и настоящее города-эс» в этом году стал более современным и обновленным. Организаторы мероприятия, сотрудники библиотеки имени Маяковского решили подключить помощь смартфонов и планшетов. На стартовой площадке у театрального фонтана команда получила QR-код с подсказками о следующей точке маршрута. Третья подсказка – это историческая фотография здания. На точке их будут тоже встречать сотрудники библиотеки Маяковского и будут предлагать команде выполнить небольшое задание, также связанное с историей нашего города. Выполнив это задание, они получают часть пазла, который должны будут собрать полностью на финальной точке квеста. И дальше у них начинается как бы все по-новому. То есть они опять сканируют подсказку, читают ее, вместе совещаются. Если не догадались, куда идти, сканируют вторую подсказку. Гаджет-квест позволил участникам совершить небольшой исторический экскурс по интересным местам Сарова. На станциях их ждали различные задания, связанные с прошлым и настоящим города и Саровского монастыря. Ребусы, загадки, кроссворды и анаграммы. Выбирали интересные факты, опирались на книги наших краеведов и жителей нашего города. Валентина Александровича Степашкина. На его книгу «Саров от Адая», которая буквально недавно вышла. Она есть в фонде нашей библиотеки, в отделе краеведения. На книге Галины Путиной, книгу памятники Сарова по дурцам. Всего участникам нужно было пройти 8 точек маршрута в старой части города. По правилам квеста передвигаться разрешалось только пешком или на велосипеде. Я пришла сегодня на квест с мамой, и квест был посвящен нашему городу Сарова. На каких станциях вы были, что вы там делали? Первая станция мы смотрели по картинкам и писали ответ, что это за здание или постройка. На второй станции мы должны были найти нашу колокольню. Я узнала много исторических знаний, их зданий и их историю. Мы просто ходим по городу, узнаем что-то новое. Мы собираем частички паззлов. Все команды в конце квеста на финальной станции получили сертификаты участников и памятные подарки, сувенирные ручки и книги. На стадионе ИКАР прошел турнир по силовому двоеборью «Атомный воркаут». Победители и призеров определяли путем подсчета баллов за каждое упражнение. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Фитнес городских улиц, воркаут – спортивная субкультура, которая продвигает тренировки на уличных площадках как бесплатную и эффективную альтернативу тренажерным залам. На турниках и брусьях можно не только подтягиваться, отжиматься и качать пресс. Творческий подход – одна из ключевых черт воркаута. Наглядно собравшимся это продемонстрировали судьи соревнований. Воркаут – это достаточно доступный вид спорта, потому что, занимаясь воркаутом, вам ничего не нужно, вам не нужен тренажерный зал, вы можете выйти на любую спортивную площадку и выполнять гимнастические упражнения, подтягивания, отжимания от пола. Также, если у вас уже позволяет уровень, вы можете выполнять какие-нибудь трюки, до которых у вас хватает сил. Первый отборочный этап турнира – атомный воркаут – по традиции провели в День России. На стадионе собралось 30 спортсменов разного возраста. Состязались в двух возрастных категориях – первая до 16 лет, вторая – старше 16. Проверить свои силы пришли как новички, так и участники, которые входили в тройку лучших в прошлые годы. Когда только все началось, я все три места занял, получается, в первом этапе я третий занял, во втором – второй, и вот в третьем уже первое место занял, поехал в Глазов. На следующий год я уехал в армию, после армии вернулся, там был этап, я тоже поучаствовал. Третье место занял, призы получил, был рад. Мы участвуем первый раз в таком турнире. Тут сначала подтягивание и подтягивание с кусок. Мы уже потянулись, а еще пять раз. Мы потянулись просто одинаково, мы участвуем первый раз, и было немного вовремя. Количество повторений и качество выполнения – два основных критерия при оценке упражнений. До конца разгибать локти, не делать рывков, менять положение рук на перекладине только один раз. В силовом двоеборье участники сдавали подтягивания и отжимания на брусьях. Традиционно несколько этапов проходит в Сарове. Вот сегодня первый этап, 25 июня на День молодежи будет второй этап, и на День физкультурника будет завершающий этап соревнований, и затем ребята поедут в Глазов. По итогу состязания первые места взяли Альберт Кочетков и Дмитрий Чепегин. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», ВКонтакте и Одноклассниках. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова